Виды цветников – варианты самостоятельного изготовления клумб. В основе ландшафтного дизайна лежит создание нового пейзажа из природных элементов. Вызов дизайнера гарантирует качественно выполненную работу, однако является весьма дорогостоящей услугой. Сэкономить денежные средства можно, зная базовые принципы перепланировки. Основы ландшафтного дизайна – выбор стиля участка перед перекраиванием участка следует определиться с будущим стилем. Постоянное использование пространства или редкое проведение мероприятий на участке закладывают основу функциональности. Ландшафты для постоянного пребывания должны быть тщательно просчитаны. При использовании в качестве временного времяпрепровождения обустроить участок можно в стиле, максимально приближенном к природным условиям. Выбор стиля участка при выборе стилистики строгого порядка органично будет смотреться симметричная планировка геометрических форм. Для этого подойдут прямые аллеи, подстриженные живые изгороди, композитные цветущие клумбы. Для создания уюта можно положить в основу сельскую тематику. С этой ролью справятся не требующие особого ухода растения, травяные извитые тропинки, деревянные декоративные элементы, обвитые зеленью изгороди и перегородки. При выборе урбанистического стиля акценты можно расставить строительными конструкциями в виде арк, беседок, мощенных площадок. В таком дизайне подчеркиваются выдающиеся черты деревьев и кустарников. Построение чертежа после выбора стиля сада следующим этапом выступает выполнение замеров и построение чертежа. На карте участка следует отметить имеющиеся особенности рельефа, неровности, впадины, подъемы. Внимание следует уделить изменению освещенности в течение дня. Следует заранее определиться составляемыми деталями, будь стопни, щебень, деревья или кустарники. Полученные данные следует отобразить на миллиметровой бумаге в виде схемы в масштабе 1, 100 или 1 час 50 минут, отобразив имеющиеся постройки и сохраняемые детали. Обратите внимание, для удобства выбора удачного варианта лучше фиксировать все композиции цветными карандашами. Выбирая расположение декоративных элементов, следует отталкиваться от расположения соседних домов, наличия дорожек или водоемов рельефа участка. Для визуального увеличения размера участка можно сделать газонное покрытие на всю доступную ширину. Зигзагообразное или диагональное расположение дорожки позволяет создать иллюзию обширной местности. Прикрывая границы участка кустарниками или деревьями, можно создать локальное затенение, не перегружая площадку. После утверждения плана площадки следует разметить местность. В это же время следует сверять выбор растительного мира и декоры с рельефом местности и уровнем освещенности. В дальних углах сада лучше разместить неприхотливые и тенелюбивые растения, в то время как на открытых местах хорошо будут смотреться цветочные композиции. Выбирая расположение декоративных элементов, виды у цветников среди них самыми распространенными считаются миксбордер, смешанный тип бордюра. Цветник, обладающий неправильной вытянутой формой. Предпочтительнее высаживать в таком виде растения, обеспечивающие непрерывное цветение. Бордюр, узкие вытянутые цветники из растений небольшого размера. Бордюры выступают в роли разграничителей зон. Робатка, разновидность прямоугольного цветника, размещаемого на протяжении дорожек. Часто можно встретить расположенные вдоль стен постройки робатку арабески, собранные из минералов и цветов сложные геометрические. Узоры, располагающиеся в центральной части сада или на просторном открытом пространстве. Клумба, цветник правильной формы изо дно. Иду летних контрастно окрашенных цветов. Возон, способ оформления однолетних растений в местах, не предназначенных для установки. Цветников, асфальтированной площади, открытая терраса, внутренний дворик, раккарий, каменистая горка и щебня или песчаника предназначенная. Для оформления многолетних хвойных пород побережья водоема, цветник, сформированный из растений и околоводных видов, в непосредственной. Близости от водоема, розарий, состоящий из разнообразия, рост цветник. Из-за требовательности роз к условиям произрастания лучше выбрать место, позволяющее полностью укрыть посадки на зимнее время в вересковой. Цветник, композиция из вересковых видов, располагаемые в тенистых участках на кислых почвах. Варианты самостоятельного изготовления клумб для создания цветника не всегда есть возможность вызвать специалиста по ландшафтному дизайну. Сэкономить денежные средства можно, самостоятельно оформляя клумбы. Для этого необходимо располагать базовыми знаниями о вариантах подбора растений и ограждений. Клумба вокруг яблони Выбор яблони в качестве центрального элемента клумба обуславливается ее характеристиками. Она дает растениям рассеянную тень, защищая от прямого солнечного света. Кроме того, почвенный состав позволяет выращивать большинство декоративных растений. Клумба вокруг яблони, цветущая яркими растениями, позволит красиво оформить приствольное пространство. Барвенка, настурция, колокольчики, нарциссы или маргаритки придадут клумбе вокруг дерева, дающего яблоки, декоративный вид. Цветник вдоль дорожки Размещение длинной узкой цветочной клумбы вдоль дорожек позволяет оформить небольшой сад, в котором нет места для отдельного цветника. Хорошо справляется с этой ролью робатка как двух-так и односторонняя. Сочетание вечно зеленых растений с цветущими пышными растениями позволит придать элегантный вид ропинкам. Цветник вдоль дорожки Прямоугольная клумба К прямоугольным клумбам относится робатка Вид клумбы, располагаемый вдоль дорожек. С ее помощью можно создать многоярусные композиции или оградить ее небольшой прямоугольный водоем. Робатка относится к универсальным решениям для обширных пространств. Квадратная клумба Универсальная классическая композиция для любых стилей и форм участков. Хорошо выглядит около дома, имитируя его очертания, так и в рядомовой территории, подчеркивая общий стиль. Квадратная клумба Клумба из щебня Клумбы из щебня, собранные своими руками, позволяют снять хлопоты по прополке сорных трав. Щебенка отлично сочетается с яркими цветами, а возможность выбора цвета щебня позволяет придать более декоративный вид. Помимо всего прочего, щебенка – дешевый и экологически безопасный материал, не мешающий воздухообмену корневой системы. Кованые цветники на окна для придания декоративности оконным проемам можно прибегнуть с помощью кованых оконных цветочниц. Облагораживая стены, создавая более привлекательный вид, можно подобрать кованый элемент как к квартире, так и к загородному дому. Кованые цветники не подвержены воздействию осадков, позволяют выставлять горшки с цветами на расстоянии от оконной рамы. Круглая клумба из многолетников Самым простым способом оформления клумбы считаются многолетники непрерывного цветения. Круглая клумба, состоящая из многолетников непрерывного цветения, позволяет экспериментировать с формами цветов. Разноразмерные цветы хорошо смотрятся при рядном выращивании. Круглая клумба из многолетников интересна. Включение в проект клумбы растений с листвой разного цвета придаст особую декоративность. Угловая клумба Для создания угловых клумб лучше выбирать нелюбивые растения. Оформление углов участка или мест хранения отходов можно делать при помощи вечно зеленых кустарников, неприхотливых в уходе. Оградив такую клумбу кирпичом или камнем, можно не бояться излишнего разрастания растений. Клумба из баллонов Интересным решением выступает ограждение клумбы баллонами или бутылками. Это один из дешевых способов оформления цветов. Выбор разноцветных и разноразмерных элементов позволит создать уникальный вид. Клумба из металла Металл способен вписаться в любой стиль участка, бось, топлетеная структура или цельный металлический лист. Такой материал долговечен, экологичен. Его можно декорировать, перекрасив в тон общей композиции. Оцинкованные клумбы Оцинкованные клумбы можно использовать как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Часто используются оцинкованные элементы с полимерным напылением в качестве ограждений для бордюров, клумб и цветников. Кованные цветники Кованый металл отличается долговечностью и возможность создать индивидуальный эксклюзивный вид клумби. Прочные элементы позволяют создать многоярусные композиции уличных клумб. Сами опоры не требуют особого ухода. Кованые цветники Каркасные клумбы В качестве каркаса можно использовать любой материал – дерево, металл, пластик, к которому крепятся вазоны с цветами. С помощью каркасов можно создать различного вида декоративные элементы. Клумбы из шифера ограждений Клумбы шифером относятся к бюджетным вариантам. Однако возникает необходимость в креплении стыков такого ограждения. Кроме того, шифер – хрупкий ломкий материал, требующий аккуратности. Клумбы из ящиков Подходят ящики для создания небольших клумб. Их можно установить в местах, в которых невозможно разместить полноценный цветник. Плюс деревянных ящиков в их экологичности. Более долговечными считаются пластиковые ящики. Треугольные клумбы хорошо выглядят на угловатых формах участков. Оптимально использовать травянистые многолетние растения, отгороженные каменистой оградой. Цветник из цветочных горшков Новизну клумбе можно придать с помощью расписанных цветочных горшков. Кроме того, их можно компоновать на разных уровнях. Идея использования горшков позволяет создавать транспортабельные композиции. Цветник из глиняных горшков Битые глиняные горшки можно использовать в качестве зонирования небольших клумб. Мелкие осколки – в качестве защиты от избытка влаги. Черепки можно использовать в качестве маркеров высадки растений в огороде, нанеся на них название. Высокие клумбы для цветов – это компактные цветники, дающие шанс высадить в неподходящих условиях нужные растения. Можно создать необходимый дренажный слой, оформив несколько ярусов цветов. Многообразие материалов позволяет подобрать конструкцию, вписывающуюся в общий стиль. Высокие клумбы для цветов – клумбы для полутени. В полутени кроны деревьев или при общей затененности участка следует обратить внимание на теневыносливые растения. Бальзамин, душистый табак, мемулюс, мертензия могут украсить затененные участки. Маленькие клумбы – самый популярный вид клумб для участков с небольшим свободным пространством. Маленькие клумбы в форме круга простые в содержании, легко собираются из подручных материалов – покрышка пень. Клумба на газоне и форма клумбы может быть выбрана любая, учитывая общий стиль, атмосферу и оформление сада. Основная работа заключается в ограничении контуров цветника от газона. В качестве обрамления можно использовать металлические ленты, пластик или натуральный камень. Клумбы в английском стиле. Английский стиль заключается в создании парковых холмов и тропинок между ними. Арки, живая изгородь, искусственные водоемы также относятся к элементам этого стиля. Обилие цветов и зелени возле дома помогут придать английский стиль участку. Клумба в виде корзины. Своими руками клумбы. Корзина позволяет добавить разнообразие саду. Для плетения корзины оптимально выбрать орешник, березу, иву, кизил или другой отличающийся гибкостью сорт дерева. Очистив прутья от коры перед работой их следует смочить водой для придания большей гибкости. Помимо деревянных прутьев можно использовать старые шины, срезав одной стороны и установив на подставку. Цветник в стиле кандри. Деревенский пейзажный стиль пользуется успехом благодаря яркому желто-красному тону растений. Такие цветники часто используются для оформления детских площадок. Характерные черты кандри стиля ременения и архитектурных элементов деревенской жизни. Телеги пугала, горшки. Цветник из паллетов поддона или паллета используется для оформления вертикального озеленения. Клумбы из поддонов придают деревенский стиль композиции. Собрав каркас и закрепив на нем несколько паллетов можно создать небольшую цветочную композицию. Цветник из паллетов как отделить клумбу от газона. Отделить газон от цветника можно проложив между ними тротуарную плитку, кирпич или камень. Кроме того, можно залить ограждение из бетона. К сведению, металлические бордюры отличаются легкостью в установке, разделяя разные зоны. Деревянные брусья можно использовать в качестве ограничения территорией с прямыми линиями, особенно при оформлении разных уровней дачи. Оставшиеся после ремонта материалы в виде плитки или декоративного камня можно использовать в качестве ограждения цветников. Цветная щепа для клумб. Декоративная щепка часто используется для декора сада. Это безопасный и экологически чистый материал. Для создания эффектного вида можно использовать щепу разного цвета. Как покрасить опилки для клумбы? Для окрашивания опилок не требуется много труда. Необходимо подобрать нужный цвет с помощью колера. Развести в посуде водный раствор морелки с колером и прокрасить в нем опилки. После этого на заранее подготовленном участке тщательно просушить полученный материал. Как правильно засыпать клумбу щепой? Для более долгосрочного заполнения участка щепой укладывать ее следует на слой огроспана укрывного материала. В таком виде потребуется 3-4 см щепы. В отсутствии укрывного материала толщину слоя щепы нужно увеличить в два раза. Для придания свежести участку обновлять щепу следует каждый сезон, заменяя верхний слой. Нижний со временем перегнивать, удобрив почву. В заключение можно сказать, что самостоятельное оформление сада – увлекательный процесс. Однако он требует тщательной подготовки, начиная от выбора стиля и снятия замеров, до составления цветочных композиций на основе имеющихся особенностей рельефа и климата. 0.0 Волт Артикл Ратинг